Девушки отдыхают Ну ладно, давай уж без такой бурной радости. В общем, не за что. Я взяла всё, что нужно, чтобы найти Норн. Идём? Дорогая Нитхёк! Нитхёк? Думаю, эти события нам ещё аукнутся. Девушки отдыхают Я нашла у Ледяного озера несколько их нитей. Одну прихватила для колдовских дел. Она поможет нам их найти. Только они очень не хотят, чтобы их нашли. Ну, наконец-то нам придётся чуть попотеть. А это зачем? Очередная безумная выходка на нашем пути в Йотунхейм. Ладно. Довольно. Возьмём твои сани и отправимся к озеру. Мидгард. Я с Петру и вечным атакам налётчиков. Они верят, будто Кратос виноват в приходе Фимбул Винтера. И если его убить, всё закончится. И откуда только они взяли эту идею? Сюда. Тихо. Теперь она друг. Лучше дай им это сам. Когда волки возьмут след Норн, нам останется только довериться их чутью. Открой ворота. Хватит скулить. Их шерсти грязи. Когда ты их вычёсываешь? Они-то волки. От грязной шерсти бывают болезни. Заботься о них, и они позаботятся о тебе. Брат, а что именно ты собираешься спросить у Норн? Как отыскать сыну? Больше ничего. Может, есть смысл попытаться разобраться в этом пророчестве? Узнать их мнение, негаемый кончил. Ты не говорил, что тебе на пророчестве. Когда мы с Атроем попали в Йотунхейн, то нашли там скрытую фреску. Великаны давно предвидели весь наш путь. С кем мы встретимся, с кем сразимся, они предвидели всё, что будет. Но ты не умер. Этот рисунок относился к будущему. Вот как. Я думала, уж ты-то не боишься смерти. Дело ведь не в этом. Нет. Смерть заберёт меня, когда заслужит этого. Тогда, вероятно, тебя заботит не будущее. Фэй отправила тебя в путь и сделала так, что в конце пути ты увидел пророчество. И ты всё ещё не знаешь, зачем. Я не хочу больше обсуждать это. Мы добрались до озера. Как нам отыскать Норн? Следи, что делают волки. Видишь, в какую сторону они смотрят? Озеро Девяти переживает не лучшие времена. Налётчики тут устроились как дома. Я не бывал в этих краях с нашей легендарной битвы с Сигмой. Ты об этом знаешь? Она рассказала, когда нашла меня. Она поверила в то, что ты можешь быть союзником задолго до меня. Королева Валькирии союзником. Я королева Валькирии. Как Сигрун раз за разом упорно меня напоминала. И как могла я. И мудрая. И такая... Высокая. Угу. Чтобы понять, о чём твои мысли. Надеюсь, Норны укрылись где-то внутри. В тепле. Должен сказать, я совершенно не скучал по Митгарду, накрытому Фимбулвинтером. Хм. Мы скоро узнаем. Сзади, осторожно! Сзади! Сзади! Драгир! Драгир, не вей тебя! Держи тебя! Продолжение следует... 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 Вон там. Ты сможешь пробиться через лед? О, норны возводят стены из волшебного льда? Нет. Это просто застывшая вода. О, норны возводят стены. О, норны возводят стены. О, норны возводят стены. Снова твои друзья. Сюда я их не звала. Враги! Левей тебя! О, норны возводят стены. На летчиков их охранять. Хотя, полагаю, те даже и не понимают, что делать. Фрейя. Фрейя. Спасибо за помощь. Я знаю, для тебя это не было главным. Чем скорее мы найдем твоего сына, тем скорее ты сможешь собраться. Надеюсь, все получится. И все же. Спасибо. Это очень мило, но может оставим сентименты для более приятного места? Пойте. Пойте. Мой Поехали! 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 Мы нашли их! Вечно находишь только с третьего раза! Похоже на зуд. В голове. Это значит, мы вошли в их владение. Будьте готовы ко всему. К иллюзиям. Возможно, введение. Но точно не знаю. Кто знает, кого еще они обманом заставили их охранять. Чудесно! Ставим! Подпишись! Кто знает, что он вошел в? Соб diagonal! Кто знает, что он вошел в? Всё! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не обольщайся. То, что в твоём разуме, тоже будет реальным. Похоже, он охранял тот выход. Продолжение следует... Причём не самые приятные. Они должны знать, что меня не напугать. Продолжение следует... Хозяйка магии... Королева Вальгири... Лесная вера... Фрик из Азгарда... Та, что уничтожает всё, что хотела защитить. Продолжение следует... 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 Норны где-то совсем рядом, в пещере. Снова этот внутреннично мне нравится, когда дамы шепчут мне на ухо, но это начинает раздражать. Ты знал, что когда тебе страшно, ты трещишь безумно? Страшно? Хочу тебе сообщить, что я очень глубоко обеспокоен. А сбивать градус напряжения юмором — это святая обязанность каждого спутника. Да как ты смеешь? Трещишь. Дверь. О, похоже на главный вход. Мама. Сынок. Я снова все чувствую. Бальдер, прошу, послушай. Стой! Зачем ты привела его сюда? Тебе здесь не место. Подожди. Бальдер, вернись. Поговори со мной. Это ты на всем виновата, мама. Мне надоело, что вы везете в мои дома. Тебя здесь не стеснялся, мама. Тебя здесь не защищает. Тебя здесь не spoяжись. Продолжите медленно за моё жизнь! Вам его не ранить! Его никто не обидит! Лишь я! Нееет! Фрея! Брат, сюда! Забери меня отсюда, я не хочу... Не верь! Брат, постой! Я хотел, я пытался остановить его как волк! Ты куда? Нет! Ты служил родину с первого детства! И когда он заточил тебя в дереве! Искал его милости! Благород его приплыли! Смотрел, как он издевается на нас! Идет! 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 Я принял его таким, каким он хочет быть. Я не хочу на залпы. Он убил твою семью. Помоги! А я сделала это. И теперь он мой. Он убил твою семью. Атрей, я здесь! Продолжение следует... Взять, отец, помоги, он чудовище! Вроде бы все. Мы прошли испытание? Я бы не назвала это успехом. Ну, зато дверь исчезла. Или всего этого и нет. Они с нами играют. Что это? Здесь они не водятся. Это их, Келкин. Она отведет нас к ним. Я ее попрошу. Тише, тише, девочка. Хорошо. Не хочешь рассказать, чем норны испытывали тебя? Нет. Садись. Вот и умница. Чудные существа, но славятся дурным нравом. В моих родных краях детям говорят не ходить к озерам, а то Келпи утащит их на дно. Конечно, ни одна знакомая мне Келпи так бы не сделала, если ее не оскорбить. Они ходят по воде? Да. А в Греции нет волшебных водяных лошадей? Там есть гиппокампы. Они служат богу морей. Я убил одного стоя на Титане. Кажется, эта тема ей не нравится. Мы на месте. Дайное пристанище судеб. Знал, что мы доберемся. Кратос, Фрея и головами мира нерешительно вступают в Дом Норн. Они наконец пришли туда, куда стремились. Кратос говорит первым. Я ищу сына. Ты ведь знаешь, что он в Асгарде. Нет, ты хочешь того же, что и все, кто нас ищет. Узнать конец своей истории. Призрак Спарты мрачно и угрожающе хмурится. Подавляет желание зарычать. О, не вышло. Вы приходите, жалкие архетипы, в поисках свободы от своих ролей. Как будто, если вы будете знать реплики, то сможете менять их. Говори проще. Ты умрешь, Кратос и Спарты. Но ты назвала его разрушителем судеб. Должен быть способ изменить судьбу. Судьбы не существует, Пак. Главные герои безмолвствуют. Они не понимают. Нет никакого великого плана, никаких ролей. Есть лишь ваши решения. Только они так предсказуемы, что мы кажемся вам провидицами. Когда родился мой сын, заткнись! Твое пророчество гласило, что он умрет бессмысленно. Так и есть. Потому что ты не могла его отпустить. Потому что он жаждал отмщения. И потому что ты убиваешь богов. Но Кратос сделал это не из ненависти. Мне выдать ему за это награду? Он продолжает убивать богов, но мучается совестью. Вы сумма своих решений, вот и все. А поскольку твои решения одни и те же, ты узнаешь, что Хеймдаль хочет убить твоего сына в Асгарде. И сделаешь то, что привык делать. Потом Рагнарёк. Небо горит. Завесы спадают. Все уходят. Хеймдаль. Ха, он так ничего и не понял. Помнит лишь про второй акт и забывает о финале. Типичная ошибка персонажа. Мы уходим. Мы уходим. Он уходит и Фрей идёт следом. Твоя история развлекла меня, Кратос. Жаль, что она так быстро закончится. Ну, это было познавательно. Угу. Давай уйдём отсюда. С радостью. Угу. 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 Бег. Угу. 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 Так лучше. Все понемногу приходит в норму. Стой. То дерево. Надо же. Как интересно. Что это? это петля брат на ней повесился один в рамках своего бесконечного безумного поиска секретов жизни смерти и всего такого что ты делаешь это зачарованная вещь важная для одина она может не пригодится брат то что они сказали не случится мы не позволим ну разумеется вопрос в том как это сделать ты ведь не всерьез размышляешь о том чтобы убить я сделаю то что должен а и это все зря отговариваешь мимир ты ведь знаешь хеймделя я не спорю с тем что он злобный коварный ублюдок и он так предан одину что тот доверил ему гьялорхорн так что если будет возможность убить его до начала рагнарёка лучше это сделать учитывая его дар предвидения это если просто фантастических размеров как 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 Даже если предположить, что всем нам нравится идея спланировать его убийство, а я, честно сказать, от такого же отвык, мы не сможем подобраться к Хеймделю и уж тем более его убить. Я убивал богов и посильнее. Не сомневаюсь в этом, но я веду речь о другом. Хм! 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 Выбор за тобой, брат. Расскажи мне о силе Хеймдаля. Он видит будущее? Скорее, видит людей насквозь. Понимает намерение. Моим намерением будет убить его. Понимание этого не даст преимущества. Брат, не стоит его недооценивать. Он способен предсказать любой твой ход. Если ты хочешь его сразить, нужна хитрость, преимущество. Понимаешь? Хорошо. Поговорим с гномами. Ах, неизбежное поговорим с гномами. Господин, у вас не найдется минутки. О, нет, о, нет. Что же делать? Вы здесь. Они здесь. Да не ори ты. Сам вижу. У нас новости. О, Норны сказали, как вернуть Атрея. У нас есть план. Норны сказали, что Атрея убьет Хеймдаль. План успеть убить Хеймдаля. О, так. Ладно, Хеймдаль. Никогда не проигрывает, все предвидит нежеланный гость. Будет нелегко. Какие бы преимущества у него ни были, я обязан их превзойти. Отличная мысль. Надо ошеломить его по всем фронтам. И я знаю, что именно тебе в этом поможет. Синдри, неси Драупнер. Драупнер? Но как же мы? Как же сырье? Да, у нас его еще надолго хватит. В любом случае, Драупнер не оружие. Зачем бы... О, думаешь, в сочетании с... Точно! И когда он... Тогда оно... О, это просто блестяще. Хорошо. Видимо, тогда остается только... Достать Драупнер. Драупнер так и знал, что вы его умыкнули. А Один винил меня в его пропаже. Драупнеру крали они? Ничего мы не крали. Просто забрали обратно то, что никогда не следовало дарить. Как это поможет убить Хенделя? Можешь даже не гадать. Это будет сюрприз. Мы ж творцы. Но чтобы хранить Драупнер, вам нужно... Так о чем? Значит, ты хочешь убить Хейнбаля. Насилие порождает насилие, Кратос. Уж ты-то должен это понимать. Мне не важно, что ты думаешь. Мой сын в опасности. Я никому не позволю ему довредить. И развяжешь войну? Сам. Если еще не хочешь... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы переживаем за твоего сына, но мы... Хватит. Хейнбаля опасен не только для Атрея, но для всех. Он левая рука Одина, и у него Рок, вестник Рагнарёка. Если есть возможность убить его... Скорее всего, это ловушка, потому что ублюдок в курсе твоих намерений. Кратос, еще никто и никогда не сумел его ранить. Ни разу. Ну, я собрал все, что нам пригодится. Сколько нам ждать? За остальными материалами надо идти в Сварт-Альфхейм. К тому же придется навестить... Деву. О, то самое. Кратос, как будешь готов? Деву. Понятия не имею, о чем он брат. Жаль, что ты не идешь с нами. Я знаю, что ты желаешь только добра. Но, если честно, мне не понравилось только. Жду снаружи. Не хочу навязываться, но... Мастер Кратос, можно вас на пару слов? Во всем обвиняем! Что ж, пора навестить Деву. Дальше давай я. Ну, нет уж. Это все я придумал. Я с ней поговорю. А то я ни единого раза с ней не встречался. И на то есть причины. Прок пойдет. Что? Не-не-не-не. Я должен... Так, слыхал его? Вот. Не суетись, все пройдет как нельзя лучше. Что за... Ах вы, вонючие козявки. И это нас остановит. А вот же хрена с два. Что это такое было? Ах, просто Синдри хотел выпендриться. Ну, как обычно. Да нет, врата. Что не так было с вратами? Да, скорее всего, кто-то из Недовелира решил нам подгадить. Вероятно, после того, как вы там шлялись туда-сюда. Ну, не волнуйся, башка. Брока так просто, хе-хе, не подловить. У меня на примете есть старые ходы, которые эти ублюдки и не подумают искать. Потому что не додумаются. Брок, где это мы? Ну, вам сюда. Это старый служебный туннель. Идет прямо к кузнице. Там и встретимся. Все, валите. Брок. Исчез. Ты точно уверен, что он для этого подходит, брат? Я ему верю. Он говорит прямо. Итак, цветисто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова